В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Чтобы сохранить здоровье, как пройти диспансеризацию в этом году? Вальс Победы Саровчан приглашает принять участие в патриотической акции. В «Золотая корзина» в Сарове прошел турнир по баскетболу среди ветеранов. Далее расскажем обо всем подробно. Диспансеризация – не советская выдумка. Скрининг – это общепринятая практика во многих странах, даже тех, где уровень смертности намного ниже, чем в нашей стране. Диспансеризация – это реализация так называемой стратегии высокого риска. Ищут в первую очередь те болезни, от которых чаще всего люди умирают. Активный образ жизни или отсутствие жалоб не всегда показатели того, что проблем со здоровьем нет. Порой выявить хронические заболевания можно лишь с помощью регулярного и комплексного медицинского обследования – диспансеризации. Диспансеризация – это комплекс мероприятий, которые направлены на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. Это такие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, шимическая болезнь сердца, онкологические заболевания, заболевания бронхолегочной системы. И один момент есть – при желании пациент может сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию рекомендуют проходить раз в три года, от 40 лет – ежегодно. Все обследования проводятся абсолютно бесплатно. В процессе диспансеризации пациент заполняет анкету и согласие, после чего получает индивидуальный обходной лист. Характер и количество исследований, которые нужно пройти, меняются в зависимости от возраста. Если вдруг какие-то выявляются отклонения в ходе диспансеризации, и врач-терапевт это видит, она может направить на дообследование, так называемый второй этап диспансеризации, где уже человек может допройти какие-то обследования. Как правило, это колоноскопия, осмотр гинеколога, гастроскопия. Медики призывают ответственнее относиться к своему здоровью и регулярно посещать профилактические осмотры. Ведь всегда легче предотвратить болезнь, чем лечить. Записаться на диспансеризацию можно через портал пациента, участкового терапевта, регистратуру, либо по телефону 95511 или 95512. Школьники смогут летом ездить на поезде со скидкой 50%. Льгот коснется детей от 10 до 17 лет включительно. Скидку предоставят при оформлении проездных документов в общие и плацкартные вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования, включая фирменные, и вагоны 2-го и 3-го классов электропоездов дальнего следования. Исключение – скоростные и высокоскоростные поезда. Также дети от 10 до 17 лет в период летних каникул могут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах двухэтажных поездов. Купить билет со скидкой можно как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД пассажирам». Скидку предоставят автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определится на день начала поездки. При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично действует скидка в размере 65%. Дети в возрасте до 5 лет путешествуют на поезде бесплатно. Третья волна коронавируса может начаться в конце апреля в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Такой риск в настоящий момент существует, однако роста заболеваемости еще можно избежать. Единственный способ это сделать – вакцинироваться. По словам чиновников, последние недели в регионе заболеваемость держится на одном и том же уровне. Другая важная информация в подборке коротких новостей. КБ-50 сообщает, что открыта самостоятельная предварительная запись на вакцинацию против коронавирусной инфекции для пациентов в поликлинике номер один. Записаться можно через портал пациента. Записываться необходимо только на первое введение вакцины. На второе введение граждан запишут непосредственно в прививочном кабинете во время вашего первого визита. 16 апреля в 17 часов в Музее ядерного оружия Рафиат Сунеев пройдет вечер видеостудии в НЕЕВ, посвященной 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос. В программе обзорная видеолекция по истории создания отечественной ракетно-космической техники, об опыте и самых ярких примерах сотрудничества ядерного центра с космической отраслью. Ведущий вечер – главный специалист Музея Рафиат Сунеев Виктор Лукьянов. Продолжительность – полтора-два часа. Вход свободный. Обязательно иметь при себе средства индивидуальной защиты. В Доме молодежи прошла первая репетиция патриотической акции «Вальс Победы». Сама акция пройдет 9 мая в парке «Зернова». Принять участие в ней может любой желающий. Мастер-классы по обучению вальсовым движениям проводят бесплатно. О том, как записаться на репетицию, расскажем далее. На паркете Дома молодежи около 30 человек. Они пришли научиться танцевать, чтобы 9 мая принять участие в патриотической акции «Вальс Победы». Хореографом акции выступает руководитель студии спортивных бальных танцев ДЭКа Екатерина Сосоева. Пойдем от простого к сложному. И каждый из присутствующих сможет для себя взять какую-то ступень сложности. То есть начнем прямо с самых простых движений вперед-назад, влево-вправо. Потом будем усложнять вплоть до поворотов на все 360 градусов и под быстрый темп. Каждый из пар сможет для себя выбрать вариант вальса, который им доступен и приятен для танца. Акция в Сарове проводится впервые. И организаторы надеются, что она войдет в добрую традицию. Единственное, что потребуется от участников проекта – стилизованный костюм эпохи времен 40-х годов. В семье Санкиных уже давно все готово. У Андрея есть рубашка и брюки, у Ирины – красивое платье. Наряды помогут им окунуться в атмосферу мая 45-го года, когда их деды и бабушки кружились в праздничном вальсе. А еще участие в акции – это возможность рассказать детям о победе. Не просто, например, прийти на парад на церемонию возложения цветов, пройти с бессмертным толком, но и показать им еще возможные примеры участия родителей. Для детей, я думаю, это будет полезно. Что не только на словах, но и на деле пускай танцем, но все-таки в честь победы нашей. Принять участие в вальсе победы может любой желающий, независимо от возраста. Занятия проводятся бесплатно каждый вторник в 19.00. При себе иметь удобную обувь и одежду. Увидеть вальс победы можно будет 9 мая в 18.00 в парке имени Зернова. В России создадут федеральный регистр доноров костного мозга, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться. Используя ее, специалисты смогут быстрее находить нужного донора для своих больных. Причем не только в собственном регионе, но и по всей стране, сказал Мишустин. Отметив, что добровольцам будут оплачивать дорогу до места трансплантации и обратно. Пример подчеркнул, что за донорами будет закреплено право на медицинское обследование, лечение и реабилитацию. Донорам нужно знать все о возможных осложнениях из-за предстоящей операции, объяснил он. К другим новостям. Воспитанники студии «Задоринки» стали участниками интерактивной танцевальной лаборатории новой эпохи «Три Дэнс Фэктори». Они во второй раз получили приглашение в Пушкино, где в компании образцовых хореографических коллективов и студии современного танца должны были показать все свои возможности и способности. В итоге «Задоринки» получили гран-при. Помимо главной награды, студии вручили сертификат на 10 тысяч рублей на оплату участия в любом мероприятии проекта «Танцевальный клондайк» и 50 тысяч рублей на мастер-классы в Сарове. Творческая лаборатория «Три Дэнс Фэктори», с которой вернулись «Задоринки» – часть проекта «Танцевальный клондайк». Его цель – не провести масштабный конкурс, хотя соревновательная часть, безусловно, присутствует. Главная задача – научить искусству танца детей и их наставников. Уникальная возможность поработать с профессиональными хореографами, такими как, например, хореограф танцев на ТНТ Светлана Лутошкина. То есть прикоснуться, так скажем, к более высококлассным профессиональным мастерам, которые работают на телевидении, работают с профессиональными танцорами, с артистами балета, ставят спектакли, с режиссерами. В сжатые сроки участникам лаборатории предстояло выучить целую композицию. Обычно на это уходит несколько месяцев, но на 3Dance Factory под руководством Андрея Роживина рисунок танца был готов уже через три дня. Для задоринок это совершенно новый опыт. Хореограф-педагог объясняет еще, как эмоциями отыграть, куда и руку, и ногу поставить. Но на это он больше не обращает внимания, он скорее просто показывает, а ты уже сам перенимаешь его, и это уже больше идет изнутри, то, что ты хочешь показать миру. Будет очень интересно, будет очень весело, забавно, прикольно, если так можно сказать. Это будет о жизни нашего города, но такой больше собирательный образ, и все вот очень фейерично. В заключительный день участникам предстояло показать свою постановку, и, наконец, после четырех дней изнурительных тренировок и многочасовых репетиций, поисков и открытий, задоринки узнали, что стали обладателями Гран-при. А если учесть, что на главный приз претендовали 10 сильнейших коллективов из разных городов России, и легко можно угадать, какие эмоции были у них в момент объявления победителя. Девчонки, они большие молодцы, я их очень, не знаю, готова благодарить, целовать, обнимать, потому что до сих пор не верится, что наш коллектив стал обладателем Гран-при, и все, наверное, кто видел церемонию награждения, видели эти неподдельные эмоции, то есть там плакали все, и я, и дети, но для нас это просто невероятный прорыв. Сейчас задоринки будут работать над танцем, который им поставили на творческой лаборатории, и придумывать костюмы и образы. Увидеть готовую обстановку саровчане смогут в мае на большом концерте студии. Воспитанники Дворца детского творчества выступили на первенстве России по русским шашкам среди юношей и девушек. Михаил Ковалев попал в десятку лучших игроков России в трех программах. Тимур Стегунов показал свой лучший результат в быстрой программе, завоевав девятое место в группе игроков до 11 лет. Юная саровчанка Алиса Рубцова в упорной и бескомпромиссной борьбе завоевала второе место в классической программе. Подробности далее. Шашками Алиса Рубцова занимается два года. За это время она приняла участие в десятках соревнований, но первенство России по русским шашкам в Самарской области для нее оказалось самым удачным. На нем девочка в своей возрастной категории заняла второе место. За все время участие юных саровчан в первенствах России – это первая призовая медаль. Взять золото Алисе помешала ее соперница из Москвы. Мы с ней два раза в ничью сыграли. В третий раз я сходила не в ту сторону, и она это увидела, и шашки этого не прощают, то, что я так сходила. В десятку лучших спортсменов России вошел и Тимур Стегунов. В своей возрастной категории до 11 лет он занял девятое место. По словам мальчика, чтобы попасть в тройку лидеров, ему не хватило навыков. Мне не хватило опыта, дискомфорт был, неудобно, опыта не хватало. Но в следующий раз я приеду и там точно займу первое место. Всего в турнире приняло участие 250 спортсменов со всей России. Наш город представляли 6 человек. По словам руководителя клуба «Шашек», коллега Васенькина, турнир такого уровня – это испытание выдержки и навыков для юных шашистов. И именно в такой борьбе проявляется характер. Это очень престижные соревнования. Все самые лучшие тренеры, лучших учеников на эти соревнования. И на основе этих соревнований формируется команда сборной России даже по таким младшим возрастам. 17 апреля во Дворце детского творчества состоится первенство города по шашкам. В нем примут участие ученики общеобразовательных школ. Команда-победительница поедет на областной турнир «Чудо шашки». И если там наша команда вновь возьмет первое место, то ребята отправятся в Сочи. В нашем городе прошел турнир по баскетболу среди ветеранов спорта «Золотая корзина», посвященный 75-летию Ирфе Ацвнеев. В нем приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Тулы, Саратова, Нижнего Новгорода и Сарова. На открытии побывала и наша съемочная группа. Ежегодные соревнования по баскетболу среди ветеранов спорта в нашем городе стали традицией. В 2020-м их решили провести в новом формате, но помешала пандемия коронавируса. В этом году турнир посвятили 75-летию Ирфе Ацвнеев. Дали ему имя, а главным призом стал переходящий кубок. Мы долго думали, как его назвать. Думали, в принципе, так, чтобы была сама корзина уникальным. Это ручная работа, это ковка. То есть мы вот ее изготовили. Так что это будет достойный приз победителям этого турнира. 10 апреля в спорткомплексе «Юниор» состоялось торжественное открытие турнира. Гостей и участников приветствовали представители Ирфе Ацвнеев и Саровской городской думы. Ваш пример – это действительно серьезный вклад в развитие молодежного вида спорта. Я бы хотел пожелать от этого матча всем прекрасной игры, достойной победы. И, как мы всегда говорим, кругу наших друзей, спортсменов спортивного долголетия. Зрители на трибунах спорткомплекса с удовольствием наблюдали за игрой опытных спортсменов. Членов сборных России, победителей европейских и мировых турниров, олимпийских чемпионов. Показать свое мастерство на соревнованиях приехали команды из разных уголков России. Нам в основном приезжал Москва и Санкт-Петербург, и Нижний Новгород. Вот это четыре команды, и местная команда наша, Саровская. Четыре команды участвуют. Но в этом году уже 12, которые представляют и Калубу, и Саратов, и Тула. Три дня команды состязались друг с другом в разных возрастных группах. В категории 40+, победу одержала команда «Феникс». В категориях 45+, и 55+, «Феникс» сборной Нижегородской области. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова